всем привет дорогие друзья меня зовут латвы на канале семка play а это любой дикий рок-н-ролл наконец-то продолжение и узнаем что вообще происходит кто кого убил я вообще шоке был до сих пор в шоке так я тут кажется немножко пропустил после того как на допросе побывали и майкл сказки на очередном перемене мы вновь собрались около моей парты ну рассказывай нетерпеливо начал он как будто мы обсуждали серию нового аниме всего лишь конечно до чего рассказывать вам наверняка те же самые вопросы задавали и что-то ответил что никогда не общался со сакурой что не вроде бы не было врагов но я точно не уверен что в целом отношения в классе у нас нормальная протянул пески разочарованно то есть ты думал что меня допрашивали с особым пристрастием может ты не только его муру но и меня подозреваешь я сказал это больше шутка но он почему-то заметно разволновался ах ты сученыш нет нет ник что ты пески это действительно нет детективный роман погибли люди реальные люди и в реальной жизни полицейская работа куда сложнее на все понимаю обиделся он только вот вам как будто совершенно не интересно а если это какой-то маньяк охотиться на учеников нашей школы то есть уже не кагом и охмульнулся я попрошу папу разузнать подробности в полиции и отец был каким-то чиновником в муниципалитете я очень сомневался что ему достанет полномочий вмешиваться в ход полицейского расследования но он ничего не расскажу если вам не интересно какая жалость с одной стороны все эти правые пески и выглядели откровенно глупо но с другой возможно у меня есть основания опасаться и за его жизнь нет понятно что версия с маньяком не выдерживала никакой критики но кто-то ведь действительно убил за одну ночь и 8 парней и девчонок которые учились с нами в одной школе получается есть причины считать что за нами идет охота впрочем на твоем месте я бы был поосторожнее что такое тоже сам строишь теория и вот и подумаешь что такое ник не надо пугать пески серьезно я не пугаю а просто предупреждаю вдруг они тоже были любителями дряных детектив чиков но каким-то чудом раскопали нечто стоящее я с трудом мог представить что сокура интересовало что-то кроме мальчиков модных журналов сплетен тусовок и караоке серьезно считает что нет не серьезно прервал я его и давайте сегодня остановимся на этом все равно поговорю с папой ради бога ты еще кто такая это вот такая узнаете ходит вот такая вот тело назад голову вперед все равно это наверно не особо видно блин как это неприятно на перемене я решил сходить столовая на в коридоре столкнулся нос к носу с девочкой нетерпеливая ерзавшие около двери наш класс громко скрикнула громкость крикнула и отскочил он на метр извини пророчил я и уже собрался идти дальше особенно виноватыми себя не чувствовал подожди робко произнесла она и уставилась на меня взглядом полной мольбы а сакурсан своем классе было в том классе и тут же виноват опустила глаза что ну да вы были знакомы не то что вы я сразу подумал а вдруг эта девочка может рассказать об а сакурска вашим и как тебя зовут ты из какой класс я вдруг заплакала она ты чего не так в жизни хватает неадекватных девчонок давай отойдем я решительно взял ее под руку и отвел подальше о и слез как не бывало вскоре мы оказались старом крыле школы девочка сжалась и с опаской поглядывала на меня что ты знаешь о произошедшем ты знаешь что их убили ну да чего-то я во дворе была вся школа что тебя с ними связывало а ты чё на меня так громко смотришь и так тихо молчишь я не понял и что ты знаешь значит и вообще ни хера ничего не знаешь что ли или чё я не понимаю ее просто вот это вот я вдруг она тоже состояла в их компашки прости я не знаю как тебя зовут ничего совершенно не к месту улыбнулась девочка кажется кто-то за голова не дружит да хотя нет вряд ли скорее и может сравнить с кагом и тебя от них доставалось она неопределенно повела головой как будто высмотрела что-то в дальнем конце коридора странная девочка не говорю подходящий цель для банды асакуры просто у меня есть подруга знакомая которая от них на терпелось если ты тоже то это нам очень поможет только вот в чем она уж точно не тянет на убийцу я просто посмеялась девочка а потом вдоль заплакал тут гормональный фон шабит или что вообще происходит то ты ты весь спектр эмоций что ли эмоциональные качели что ли у нас а сначала даже не поверила в то что сказал директор конечно мы не были друзьями со скоростьом я никогда не желал ей смерти наконец она взяла себе руки начала говорить осмысленно на боже мой наконец-то интересно сколько еще детей в этой школе пострадал пострадали от травли почему они замечал этого раньше причем эта девочка так легко согласилась пойти со мной безлюдное место и терять ничего что ли я тебе ничего не сделаю ты не подумай я вижу что ты не такой знаешь когда ты так говоришь я вздохнул и задумался что вообще делаю зачем ты из класса или это боишься она утвердительно кивнула значит ты больше знакома с кавашимой кавашиму сан тоже жалко жалко ну да конечно я не оправдывал эти убийства но в мире каждую секунду гибнут люди переживать за всех времени не хватит а уж данном случае как ни крути кто-то все-таки испытает облегчение того что их не стало как мы например может она и к лучшему к лучшему а коль ты вообще чё несешь олень я имею ввиду что многие вздохнут свободнее без их постоянных нападок конечно не всегда было дико скажем и сам если курсом между нахмурилась девочка но и ждал впереди вся жизнь возможно в дальнейшем они бы изменились а ну да конечно я почувствовал себя пристыженным и постарался быстро сменить тему я говорю ты олень так все-таки что-то хотела хотел но ты как будто кого-то искала в нашем классе на нет я просто сошла просто значит я вздохнул как интерес получается типичный задиры выбирает себе типичных жертв и все в природе а следовательно и в социуме определяется какими-то простыми причинно-следственными связями по сумме которых лежит наследственность и воспитанию простыми вот только легче ли от этого кагомы простыми вот только легче ли от этого кагомы этой странной девочки легче ли от этого мне до случайно незнакомы с его муры спросила без особой вред причины с кем его муру кагомы моем классе она имели право рассказывать о проблемах кагомы даже если эта девочка сталкивалась чем-то похожим нет я не знаю вот как почти что с облегчением выдохнул я ну ладно тогда извини что притащил тебе сюда я уже собирался уходить на девочка остановила меня ты был с ними знаком с кем соскуры к вашим и ну соскуры мы были в одном классе опять прозвучит странно если я скажу что не был знаком собственной одноклассницей но на фоне этой девочки легко не казаться чересчур странным никогда особо не общались с ним если ты об этом ясно а почему спрашиваешь ну просто просто значит по-моему дежавю да поговорил я и застыл в полоборота как будто ждать не еще чего-то однако девочка молчала ну ладно тогда пока чего болеть ей надо было улыбнулась она и пошла вглубь старого крыла зачем я еще некоторое время стоял на месте обдумывая случившееся конечно глупо подозревать эту странную девочку в том что она расправилась с шайкой асакура и кавашимы однако здесь очевидно достаточно людей которые если не желали им смерти не сильно расстроились из-за случившегося теоретически если бы они все ведь объединились не глупость какая-то и решительно встряхнул головой и направился назад в класс не обрет какой-то кто победит десяток его мур или десяток асакур еще блин это чё какой-то тотал аккурат и баттл симулятор но только не табс а был какой-то какой-то еще блин там был и чак норрис и пингвины вот это вот все было уроки закончились его до времени ждала химицу никакую не так волновалась что я застал в классе уровне уголовно карандаш и выколю глаз ну надулась она как у несчастье и случилось она из погибших девочек уже от из погибших девочек же училась там классе ну да сакура ответил я стараюсь предать своему голосу как можно более безразличное выражение общались хотя чем это я конечно химица была права на замечание это меня все равно кольнуло как и с майклом иногда хочется чтобы правда существовала отдельно от тебя где-то в параллельной вселенной нет мы не общались а сакура она тварь еще то конечно же но блин я медленно подбирал слова она из другого социального слоя вот как мы медленно шли в сторону дома химец почти все время молчала и довольно быстро мне стало не по себе наше отношение последнее время далеки от идеалом сегодня она вообще напоминает скорее бывшую жену которая вынуждена была приехать на похороны моих родителей и соответственно выражать какое никакое сочувствие это сакура сделала наконец спросила химицу что именно твоя дверь стекло с чего ты взяла я даже особо не удивился ее проницательности просто предположила что если и так ты же не думал что это я их убил она не она ничего не ответил вот the fuck не думаешь же начал волноваться я нет конечно никак он не думаю как-то не уверена ну что еще могу сказать когда ты от меня все скрываешь но как бы тут и спорить нечего я ничего если даже что-то не договариваю то зачем сразу бросаться в крайности не каждый 18-летний подросток у которого и секреты маньяк-убийца так не считаешь я уже не знаю что думаете как мы 10 минут назад химицу казалось по-настоящему обеспокоены как-то бывшая жена а сейчас на ее лице застыло выражение ленивого безразличия словно мы разговариваем о каких-то совершенно не имеющих значения вещах просто болтаем о повседневной жизни и ты даже не спросишь угрожает ли мне опасность я могла бы спросить но заранее знаю что ты ответишь и что же все в порядке солнце не волнуйся передразила она меня есть в каком-то плане химица права я бы действительно ответил что-то в этом роде я не имею ввиду что все в порядке в контексте нормального среднестатистического человека все в порядке в рамках моей жизни то есть вариант нормальной жизни для тебя ты для себя ты даже не рассматриваешь нет я не то хотел сказать блин и не совсем запутала ты сам себе запутал не как он ну вот опять а что ты хочешь от меня слушать и уже много раз спрашивала что происходит а в ответ получает но и тоже потому что ничего не происходит из на балу просто 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 пи да отозвался я не уверена вот видишь именно об этом я и говорю хорошо да это сокур со своей бандой расписала мне двери разбила стекло по крайней мере они особо и не отпирались почему никак он что ты с ними не потерю наконец оживилась химицу скажем так и не стал терпеть несправедливость мне не хотелось подробностях рассказывать про кагам и да это было и не нужно но я уверен что их убийство никак с этим не связано несправедливость ты помнишь его муру мы видели как не приставали у школьных ворот пару недель назад и умру сэмпай неопределенно повторилась химицу мне надоело смотреть как ее травят странно не как он что-то обратил внимание на кого-то кроме себя поди балла поди балла молодец то есть ты считаешь что я поступил неправильно не знаю никак он твоя вид жизнь слушай но может хватит уже мы подождем дома и я резко становился посреди дороги что хватит так себе вести как будто тебе наплевать с каких пор тебе интересно мое мнение о кушать и бабы но зачем так делаете с таких всегда было интересно когда-то очень тщательно отскрывал видимо я сделал какой-то странно выражение лица потому что химица вдруг засмеялась как же она пытается пытается она не получается химица у тебя видел вот и семья сейчас никаком однако любая реакция лучше безразличия если мне все расскажешь ничего не утаивая то тебе сумму станет легче в этом я очень сомневался на перспективу остаться в полном одиночестве пугало еще больше как мы теперь подозревают в убийстве и пусть пока только или нацполиции дело не станет в этом можно быть уверенным вот кэтрин сейчас еще дальше чем когда она была на другом конце земли да теперь у меня появилась своя музыкальная группа но что от нее толку когда выходя за дверь реп базы ты остаешься один мне нужно подумать ладно подумай я зайду вечером сейчас у меня еще дел много хорошо спасибо за что никак он за то что то есть химица загадочно улыбнулась и все-таки как не вовремя сокурского шима решили умереть до дружненько дружненько решили сдохнуть конечно же когда уже казалось бы что-то начало налаживаться я хотел подумал зад и вперед бесконечно прокручивая в голове сценарий того что может случиться дальше если даже полиции заподозрит каком это у нее вполне может оказаться алиби чего сразу не догадался и об этом спросить если у нее действительно есть алиби во все станет еще более запутанным неужели мне действительно проще верить в то что убийца кагомы чтобы как-то отвлечься от этих тяжелых мыслей я взял бас и принялся разучивать новые партии шкафу нашелся старый самоучитель сольфеджио сольфеджио помощью которого удалось довольно быстро освоить азы и как раз хватало чтобы понять казавшийся китайской грамотой до этого ряды скрипичных ключей интересно как непосильный в начале проигрыш в итоге становится чем-то простым и понятным с практикой все это надо повторить его раз то день клонился к вечеру пальцы болели спина затекла от продолжительного сидения в одной и той же позе надо было сделать перерыв на постоянно мешала назвали бы отговорка вот сейчас еще разок сыграя и обязательно отдохну я дарик отдавил себя до полного издеможения если мы не звонок в дверь но это должно быть химик по сути ты чу здесь делаешь нежданным гостем указался или спасибо тебе выпалил я прямо с порога думаю что это явится за что если бы не ты то я бы замучил себя до смерти игрой на басу вот как ходи пожалуйста или заметно нервничала и даже не пыталась этого скрыть раскраснела все я вообще-то по делу пришла а я уж надеялся что соскучилась помню я попытался глупо пошутить но она явно была не в настроении это еще твои подруги него муры когда-то мы успели подружиться на стороны похоже ну знаешь ли свои руки на груди и прошелся по кухне я уже говорил у нее пропал отец я решил помочь ты каждый встречный помогаешь прислана беззлобно с каким-то особенным интересом только тем кому нужна помощь буркнул я в ответ хорошо вот мне нужна помощь что скажешь моих друзей убили и сделала это твоя подруга знакомая называй как хочешь я правда не думаю что подожди я не закончила и если после речи директора еще могли оставаться какие-то сомнения то ее реакция а как бы ты реагировала на ее месте я не на ее месте и слава богу уже говорила об этом не хочу ставить себя ни на чем место мне на своем проблем хватает хорошо что ты что ты предлагаешь надо надо по крайней мере сообщить полиции сказала или запинаясь видимо конкретного плана действия у нее не было думаешь они сами не поймут что у его муры с твоими друзьями были не лучшие отношению да конечно но или нахмурилась словно это я был виноват в том что она не придумала как выпала в че упрятать к гаммы за решетку тогда надо поговорить с дедушкой все ему рассказать вот уж это точно лишнее особенно после того как он велел мне приглядывать за к гаммы даже понимаю что твой дед не сторонник полумер а если она не виновата ты хочешь чтобы не виноват невинованный страдал чем ты сразу предполагаешь что дедушка сделает не что-то плохое да как-то ничего другого честно говоря в голову не приходит для ну я но или не обратил внимание на мой тон и не могу просто ждать вдруг убийцу не найдут она подошла к столу и села и сложила руки перед собой давай позволим полицейским сделать свою работу я понимаю что не вправе давать тебе советы ведь не моих друзей убили но все же мне кажется что надо сначала все обдумать чтобы сгорячание натворить глупости мои слова не имели никакого смысла я просто всеми силами пытался отличие от мысли сдать к гамма полиции или деду не важно однако затем я попытался поставить себя на место или чтобы я чувствовала если вы убили киоски майкла а главный подозреваемый нагло ухмылялся мне прямо в лицо каком и словно напрашивалась на то чтобы ее признали виновной внизу и смести от того виноватого она на самом деле или нет как минимум у нас нет никаких доказательств а вот это уж точно дело полиции то есть ты допускаешь на нее вполне способность самостоятельно без челей без чьей-либо помощи найти орудие убийства снять отпечатки пальцев выяснить мотив просил я полу шутя мотив тут ясен как божий день ой ты подожди ну я же уже говорил а вот я бы не спешил взаимная неприязнь издевательство это понятно возможно я бы даже не удивился если бы каком и плеснула в лицо сакури кислотой на 8 человек или 8 неужели ты действительно веришь что какому могла 1 руки помогали то дед ему лет сто на вид почему я знаю огрызнулась она и отвернулась я не хотел продолжать этот разговор пытаюсь попытаюсь дальше спросить доблюда пам-пам попытаюсь дальше спорить с ней не могу нарваться на реакцию избалованного ребенка желание поступить наперекор поддерживать же ее обвинения как мы я не мог по многим причинам оставалась софистика и словесные уловки давай допустим что ты права какому убивают вечером воскресенье 8 человек а утром понедельник как ни в чем не бывало идет школу так она же ненормальная уверен что не обижу ее если скажу что у каком и действительно есть проблемы в социальной сфере но ты сейчас говоришь о психопатии кажется она тебя буйные кажется она тебе буйной психопаткой нет я не знаю психопаты они же могут притворяться нормальными людьми эти как их социофобы социопаты ну социопаты какая разница как мы конечно во многом противилась сложившемуся общественному устройству но именно потому что понимала его и вынуждена была подстраиваться так что и эта гипотеза мимо социопатов часто характеризует случайный выбор жертв ну что-то от меня хочешь а ты чё от меня хочешь ты загибала уже взмолилась или я сюда пришла чтобы ты меня пожалел а не то чтобы выслушивать лекцию по судебной психиатрии он так просто вы подошла и обняла бы меня я в тебя тоже был огню начатывать просто были правда во многих отношениях мой опыт общения с девушками был ограничен до химица и катерин мало походили друг на друга но их всего двое а вот как бы тем более или я совсем не хотел чтобы ты подумала что я расслабься я пошутила и слезы тоже пошутила да дура блин тут с прихожей донесся голос химицы никаком ты не один черт а ведь она действительно обещала зайти вечером что уже вечер никак он я посмотрел на или и виноваты улыбнулся никак он однако появление химицы ее как будто совсем не смутило извини не знал что у тебя гости к бэши сэмпай иметь запустила голову и как будто сразу уменьшилась в размерах все это чрезмерная вежливость выглядела глупо даже комично не буду мешать она развернулась на или остановил ее нет это я пойду извините буквально прокричал химицу и бежала еще химицу чё с тобой блин я ваху и просто ваху честно говоря я ваху что это с ней много всего с чего бы начать это твоя начала она но я тут же замахал руками не дав ей продолжить нет 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 мы просто друзья друзья детства десять ли живем друг напротив друга ну и вот ну и что вот сделала или такой вид как будто допрашивает меня ну и все ладно я рада кто-то ревнует чему что у тебя есть и нормальные друзья от этих слов я почувствовал себя неловко химица мне почти как семья на самом деле сейчас после смерти родителей у меня и нет никого ближе и ты все это время вот так один ну да я уже привык прости не стрелом если в этом говорить она вскочила со стула да нет все прядки серьезно любом случае теперь мне кажется что ты прав я не буду пока ничего рассказывать дедушки и на том спасибо а ты не забывай что у нас среду репетиции а сегодня понедельник по моему до репетиции и долл тебе нужно какое-то время чтобы но ты понимаешь или задумалась как будто и и спросили о чем-то неожиданном а затем вдруг мило улыбнулась я тоже привыкла счастлива привыкла что друзья убивают что ли дура привыкла к чему сегодня больше не оставалось сил ни на что и уже в 11 вечера в 11 вечера не спал крепким сном 22 сентября ну конечно же осталось сколько получается 9 дней включая 22 сентября до ну да новый день начался для меня непривычно рано а у нас закончилась серия полчасика нормально будет всем спасибо большое за просмотр ставим лайки подписываемся на канал на телегу на дискорд на бусте если конечно же хотите там ходит ролики 18 плюс по играм на ссылка на плейлист также есть в описании под видео всем удачи и всем пока не всегда лицо свое закрывай боже мой